Первенство проводится по схеме весна-осень, и многие игры проходят под моросящим осенним дождичком. Но это не снижает накал соревнования. Особенно теперь, когда идут решающие игры за призовые места. Мы не сахарные не растаем, поэтому можем и в дождик поиграть. Это общение, это физическая нагрузка, естественно, здоровье. Ну и интерес. Команда третий год подряд выигрывает первенство. Это уже тенденция. Какие планы у команды? Дальше продолжать развиваться. И на области что-нибудь уже выиграть наконец-то. Победитель команда «Ультра» определился еще за тур до конца первенства. А вот за второе и третье места начался настоящий бой. Закончился первый тайм старых соперников «Гранд» и «Биг Бенд». «Гранд» на своей площадке проигрывает 2-1. И значит, для того, чтобы занять второе место в первенстве, надо забивать минимум два мяча. Ну и естественно, проиграешь и будет третьим. Так заканчивается первенство дворовых команд «Весна-Осень-2021». Именно последние 20 минут игры все расставят по своим местам. Ребята «Биг Бена» отрабатывают новую тактику на эти последние минуты игры. Здесь игрок. Даже если вы здесь стоите. Отдали, отдали этот пас. Отдали. Вернул. Забегание. Отдал. А вот игроки «Гранда» пока только собираются с мыслями и восстанавливают свои силы. Зато лидер команды «Биг Бена», он же лучший бомбардир турнира, не скрывает своих планов. Мы собираемся выиграть, занять второе место. Мы заряжены. Так, а что мешает первое место занять? Ультра. Последний удар футбольного турнира первенства дворовых команд принес победу команде «Биг Бен». 5-3. Перевернута еще одна страница в истории мытищинских дворовых команд. А впереди еще так много чистых листов. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый мытищинский.